2022 год в Ленёво главой администрации объявлен годом спорта. С целью популяризации здорового образа жизни и привлечения большего числа детей, юношества и взрослых к занятиям физической культуры и спортом, мы начинаем обзорную серию репортажей о спортивных клубах и секциях нашего посёлка. Нами принято решение администрации, что каждый год у нас в Ленёво будет посвящён чему-либо. И первый год, 2022, мы начинаем серию, мы посвящаем этот год спорту. Будут нашими средствами массовой информации проведены специальные мероприятия со спортивными отделениями, которые находятся у нас в Ленёво, для того, чтобы жители нашего посёлка любых возрастов имели возможность, они должны иметь эту возможность и самое главное желание заниматься спортом. Спорт – это наше всё. Коренной житель Ленёво Михаил Щербаков в своё время пробовал свои силы в разных видах спорта. Ближе по духу и характеру оказалась борьба. Вы знаете, я сначала на лыжи пошёл, потом начал с каратэ совмещать. Тренировался у Глушенко, совмещал каратэ с лыжами, а потом попал на рукопашный бой, пришёл к Александру Ивановичу и начал уже совмещать каратэ с рукопашным боем, потом с каратэ ушёл, начал совмещать рукопашный бой здесь в Ленёво, потом начал ездить уже в город, в городе уже заниматься. Просто понравилось, потому что у нас, если мы возьмём какой-то соревновательный уровень, то есть у нас, допустим, в боксе есть только руки, работают только руками, там в каратэ работают руками, ногами, то есть у нас такой вид единоборств как бы универсальный, то есть мы можем и руками работать, и ногами работать, и бороться можем, то есть более такой обширный вид спорта, то есть как бы только этим, наверное, и привлёк. С тренерами по жизни везло и своим упорством добился высоких результатов. Теперь сам воспитывает чемпионов. На то время пришёл к начальнику учреждения СИЗО, тогда Новиков Игорь Алексеевич был, как бы он поддержал, мы спустились, посмотрели зал, то есть здесь, конечно, ничего не было, как бы сделали ремонт своими силами, ну и начали потихоньку набирать. То есть сначала набрали подростков, а потом уже, когда я поступил в педагогический университет, уже в 2015 году, с сентября, уже набрали малышей. Сегодня Михаил Петрович – ведущий тренер клуба смешанных единоборств, под руководством которого тренируются две группы по 20 человек. В группе ОФП – малыши 4, 5 и 6 лет, подготавливаются к единоборствам. Второй состав – сборная команды, разновозрастной, от 7 до 17 лет. То есть у нас сборная команда сформирована как, то есть если спортсмен хорошо занимается, где-то во вторых составах, в начальной группе подготовки, да, то есть мы его вывозим на соревнования. То есть есть правило, да, то есть если он на трех турнирах подряд занимает первое место, то мы его переводим пробно, пробовать в сборную команду. То есть, ну и там уже потом смотрим, остается он или не остается. Ну на данный момент, если мы возьмем по возрасту, то у них у всех идет, ну вот, высшее присвоение, да. То есть, допустим, если у них там 12 лет, там высший разряд какой можно, там первый юношеский, третий спортивный можно получить, если ты там на всероссийских соревнованиях выиграл, у тебя было много человек в весе. То есть у нас вот не минущих Никита, мы вот недавно с Орла вернулись, с всероссийских соревнований. У него 20 человек в весе было, он первое место занял, то есть как бы выполнил третий спортивный разряд. То есть третий взрослый уже спортивный разряд, хотя ему 13 лет еще. Сестра его, Дарья Неминущих, тоже, вот сейчас мы на Челябинск готовимся, 2 февраля уезжаем на Челябинск на всероссийские соревнования. Она получила первый спортивный, вот если бы не травмировалась, там вчера руку она у нас сломала, то уже бы кандидата выполнила. То есть, ну вот они являются на сегодняшний день у нас в сборной региона, официально в сборной региона, в сборной Новосибирской области по рукопашному бою состоит Неминущих Дарья, Неминущих Никита, Комков, Владислав, Вершинин, Вячеслав. Вот четверо спортсменов. Вместе с Михаилом Щербаковым в Ленево работает еще один тренер, Крупский Дмитрий Евгеньевич. Под его руководством занимается начальная группа подготовки и смешанная группа с 12 до 18 лет. А Михаил Петрович под свое крыло взял еще порядка 15 спортсменов, от 6 до 14 лет в Гусельниково и столько же в Медведске. Дисциплина и порядок – обязательные спутники борцов и на тренировках, и на соревнованиях, и в жизни. Свою силу и характер они проявляют в спаррингах, на татами. Уличные драки – это не про них. Ну я не разрешаю, не знаю. Я думаю, нет, у меня с этим строго, они меня так уважают, я думаю, они такого не допустят. Если только в качестве самообороны, естественно, мы говорим, себя в обиду они не дадут, но я думаю, их и не так просто-то, и чтобы обидели их. Даже пятилетние воспитанники Михаила осознают, борьба – это не баловство, а очень серьезное, ответственное занятие. Безусловно, вид спорта. То есть есть дети, которые сейчас здесь присутствуют, которые ко мне пришли еще, их привели, они еще в садик ходили. То есть есть такие здесь воспитанники, которые 7 лет у меня уже занимаются, которые уже сами подходят к выполнениям норм ЕВСК, то есть когда уже начинают выполняться, разряды присваивать, отбираться. Это там в область, в СФУ, округ, Россия, ну и дальше. Мы ставим цели какие-то, то есть я с ними разговариваю, есть какая-то цель, да, допустим. Некоторые воспитанники у меня там пока что на сегодняшний день там себе придумали, хочу стать чемпионом мира. Ну, ты себе придумал, давай идти. Когда станешь чемпионом мира, тогда уже поговорим, чего ты дальше будешь хотеть, насколько там тебе. Может кто-то тренировать. У меня уже два воспитанника моих тренируют, то есть уже, которые подросли уже. И ставить цели, и добиваться результатов ребята вполне умеют. Я начал заниматься в 5 лет, и я давно хотел стать спортсменом, чемпионом, чтобы в дальнейшем взять мастер спорта и стать тренером. Рукопашный бой, потому что это, в рукопашном бою можно делать очень много всяких движений, и бороться, руки, ноги. В копилке Владислава внушительные достижения. Победа на Кубке СНГ в Москве по боевому самбо, на первенстве мира в Санкт-Петербурге, на Кубке Евразии в Мытище, на Кубке Николая Японского, где Владислав провел 7 поединков и занял первое место. Ребенок такие же чувства испытывает. Они так же здесь пашут, готовятся с них, пот летит, они так же переживают, волнуются, так же выходят, бьются. Все то же самое испытывают, я считаю, заслуженно. То есть они в любом случае выигрывают, выигрывают заслуженно, только трудом. То есть вот Влад, он один из у нас таких, ну пахарь, вот прям реально пахарь. Больше всего мне запомнились, это Москва, кубок Николая Японского. Там мы дрались в клетке, мне понравилось. На стеллажах спортивного зала множество командных кубков. Личные юные чемпионы уносят домой, чтобы порадовать родителей, которые всесторонне поддерживают спортивную карьеру любимых чад и являются постоянными спонсорами спортивных сборов и поездок на чемпионаты. Да, и инвентарь пополнять нужно регулярно. В основном не хватает же инвентаря, то есть для работы, да. Ну, допустим, какие-то вот, допустим, сейчас есть потребность в тренерских поясах, как таковых, то есть это такая макевара, как пояс, да, с ними очень удобно работать. То есть дети могут сами в них работать, чтобы можно было отрабатывать определенные удары. То есть ты же не можешь там в процессе по корпусу где-то жестко ударить, если фон не закрыт. Жестко не ударишь, не доработаешь, правильно? То есть, соответственно, это потом выливается нам на соревнованиях. Но они дорогие эти пояса, то есть сейчас вот мы потихоньку откладываем. То есть, ну, в основном наши спонсоры – это родители. Если в пять лет ребенок только знакомится с видом спорта, то спустя годы тренировок он становится жизненной потребностью, осмысленной целью, на достижение которой хочется направлять все физические и душевные силы. А мудрый наставник подскажет, как взойти на вершину пьедестала. Михаил Дороевич – это тренер, очень сильный, мужественный человек, который сможет или защитить команду в какой-то беде, сможет поддержать, сможет придумать план на поединок. Очень добрый и хороший тренер. Заранее обычно мы с Михаилом Петровичем придумываем какой-то план, как действовать с этим соперником, что делать и как его победить. Ну, обычно это какая-нибудь связка, перевод и сразу заканчивать болевым или удышающим. Как долго обычно длится поединок? Ну, три минуты обычно уйдет, но я стараюсь закончить его поменьше. Ну, чтобы до конца бой не вести, потратить меньше сил и занять первое место.